Продолжается вечер на Тагил ТВ. И у нас в гостях Тимофей Николаевич Дувинин, профессиональный фотограф. Добрый вечер. Добрый. Вот скажите, пожалуйста, кого можно отнести к профессиональным фотографам? Просто сейчас у нас в России каждый второй, если не диджей, то обязательно фотограф. И вообще, если у человека есть фотоаппарат с большим объективом, явно это профессиональный фотограф, считают окружающие. Какие критерии? Ну, во-первых, не каждый второй фотограф. Фотоаппарат иметь это еще не значит быть фотографом. Многие себя таковыми почему-то считают и называют, хотя близко к этому отношению не имеют. Что касаемо профессионального, ну, так, наверное, это, собственно, и в основе слова. Слово профессионал, то есть человек, который занимается этим, именно это его является работой. Ну, вот опять-таки вернемся. Мы сказали, что люди считают себя фотографами, они себя таковыми называют и им верят. Ну, дело в том, что называют и себя действительно называют, но, к сожалению, на поверку выходит, что многие даже не понимают, что они делают. То есть, имея определенную сумму денег и купив, скажем так, достаточно неплохую фотокамеру, это ровно счетом не означает, что человек этой фотокамерой сумеет что-то сделать путное. Потому как в этой фотокамере нужны еще мозги, которые, как известно, не прилагаются. Ну, и плюс к этому, безусловно, большие-большие знания. То есть, автоматика не спасет. Есть немалая часть любителей, кто действительно видит, может. Но я еще раз подчеркиваю, что это зависит от человека, от того, чем он хочет заниматься. Если, допустим, человек купил себе фотокамеру для того, чтобы снимать для семейного альбома, это одно. Если он собирается на этом зарабатывать деньги, это уже совсем другое. Вот, кстати, сказать, макновенная бутылка, пусть то с какой-либо жидкостью, пусть это будет газированная вода, пиво стеклянное имеют. Многие полагают, что это сделать вот легко и чик, снял, готово. На самом деле, это очень, очень даже не просто именно показать соответственно эту бутылку с жидкостью, чтобы она заиграла во всех своих значениях, чтобы было видно, что там. Одним словом, это уже рекламная съемка. То есть это очень непросто. Плюс к этому многие даже не имеют ни малейшего понятия, что такое и есть ли такое. Они слышали, наверное, что такое диафрагма, а как ей работает, для чего она применяется, они понятия не имеют. То же самое и выдержка. То есть человек снимает автоматом. Да, довольно частенько получается в усредненном виде вполне приемлемый снимок. Но я еще раз повторюсь, это для семейного альбома. Каковы критерии приемливого снимка и снимка художественного? Вот тогда, когда фотографией заинтересуются не только ваша жена, дети или еще кто-нибудь из родственников, а кто-то из окружающих, абсолютно из посторонних людей, обратят на него внимание и будут как-то это дело обсуждать. То есть, о, вот здесь вот так красиво запрещен восход, закат, неважно что-то. То есть, начинается обсуждение. Вот я считаю, это уже значит что-то где-то получилось. Обычные люди, скажем так, ну, сталкиваются с фотографами, как мне кажется, в основном в двух моментах. Когда надо сфотографироваться на документы или, допустим, на свадьбе. Да, на похоронах сейчас редко снимают. Из чего складывается цена фотосессии на свадьбе? Складывается, скорее всего, по договоренности с клиентом. Допустим, если человек работает, считает, что он может снимать свадьбу, а это, я должен заметить, тоже очень непросто. Опять-таки, бытует расхожее мнение, что завышена цена. По этому поводу я хочу сказать, что все относительно. Допустим, в Нижнем Тагиле кажется баснословной одна сумма. В Екатеринбурге эта же сумма кажется уже совсем даже не баснословной, а довольно маленькой. В Москве она вообще мизерная. Все относительно. И потом, надо не забывать, давайте еще примем внимание то, собственно, из чего складываются расходы на свадьбе. Там же очень большое количество основополагающих. Там и платье невесты, и букеты, и машины, и свадебные вечеры, и тамада, и выпивка, закуска, и так далее, и тому подобное. То есть сумма, безусловно, набегает очень даже приличная. Так вот, фотография или видеосъемка в этом занимает, по-моему, не более 2%, если не менее того, скорее всего, даже меньше. Я не вел такую статистику, я не считал, я сейчас чисто приблизительно говорю. То есть, когда все это выпитое и съедено, платье уже запачкалось, хочется, чтобы об этом какая-то память осталась. А какая может быть память? Это фотография, безусловно. Нам не то, что беда, но люди не понимают, когда, допустим, какое-то действительно событие важное, свадьба, они говорят, фигня, мы сами своими наснимаем, снимем. А в конечном итоге это не получается ничего. Потому что любитель, во-первых, он не понимает, что он делает, он ни точку ничего не найдет, он будет снимать либо с большого расстояния, либо через толпу, либо... Да, одним словом, это будет ерунда полная. Там ничего не будет. Но, опять-таки, еще не факт, если профессионал снимет, и он тоже снимет хорошо. Так называемый профессионал. Потому что понтов-то много, а вот что потом получишь, это тоже вопрос. Поэтому здесь все просто. Сначала все-таки смотрите у человека, какие-то его вещи, что он умеет, что он делает. А потом уже решаете, годится он вам или не годится. И потом, ну, сколько здесь цена в Тагиле? Ну, цена здесь по рекламнику, по-моему, от пятерки работает. Но от пятерки это вообще смешно. Это вообще ничто. Ну, в Екатеринбурге от десятки. Здесь тоже профи будет работать, ну, минимум за девять. Ну, восемь. Восемь. Меньше это уже все лабуда. Чтобы профессионально фотографировать, нужны немалые знания. Безусловно. Где этому учат в Нижнем Тагиле? В Нижнем Тагиле, я думаю, этому не учат нигде. Да и вообще, должен заметить, что в целом в стране этому практически нигде не учат. Что вы больше всего любите снимать? Скорее всего, я все-таки по натуре своей репортер. Я люблю репортаж. Я люблю живое, быстрое происходящее, какое-то событие. А ретушь часто приходится использовать? Фотошоп нынче. Фотошоп, безусловно, его используешь, но я не любитель, вот знаешь, забивать им все. То есть, для чего он мне нужен? Он мне нужен, естественно, для того, чтобы выправить снимок, где-то композиционно что-то убрать, скадрировать. По плотности, допустим, где-то у меня завалы в тенях произошли, я это просто выровняю и все. Больше туда лезть не надо. Заниматься вот этим, но это на мой взгляд, опять-таки. Заниматься тем, что пытаться хорошее сделать еще лучше. То есть, в идеале, лучше вообще без него обходиться? Если тебе хочется что-то там побаловаться, потворить, да ради бога. Но вот снимок обыкновенный, портретный, я не вижу смысла что-то туда там лазить. Да, можно, конечно, у тетеньки морщинки убрать, лобики ей подладить, если и того хочется, конечно. Мне одна дама сказала, давайте морщины уберем, а нет, они мои, они недорогие. Давайте прервемся на несколько минут, посмотрим краткий выпуск новостей, после чего вернемся в студию. Итак, мы снова в студии, напоминаю, что у нас в гостях профессиональный фотограф Тимофей Николаевич Дубинин. Вот скажите, пожалуйста, некоторые люди говорят, что их не любит камера. Бывают ли люди нефотогеничные? Не бывают. А как вы вообще начали фотографировать? Да, как сказать, у моего папы на тот момент был друг, он фотограф. И вот как-то увидел я его, что-то заинтересовало. Он мне подарил фотоаппарат «Любитель», очень простая и сложная камера снимать. Это, которую надо на животе держать? Ну да, можно и так сказать, держать на животе. В общем-то, с этого и началось. Ну как началось? Безусловно, это было баловство. Какая была ваша первая фотография? Что вы запечатлели, если помните? Да, я это хорошо помню. Мой первый снимок олицетворял собой ассанизаторскую машину, которая выгребала с помощью водителя, видимо, механика, из выгребной ямы те отходы жизнедеятельности человека, которые было необходимо вести. Это был первый снимок. Постепенно все это заинтересовало. Начал, 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 начал. Пошло. Чем отличается современная фотография от той, которая была раньше? Да, по большому счету, только тем, что тогда мы снимали на пленку. Ее проявляли, соответственно, печатали фотографии. Сейчас в этом необходимости нет. Все упростилось и немножко, наверное, усложнилось. В чем упростилось и в чем усложнилось? Упростилось, безусловно, в том, что я сейчас могу увидеть результат свой. Во-первых, даже уже на камере частично, на дисплее я снял. Я уже могу, так сказать, оценить немножечко снимок по плотности и так далее, если мне надо сделать то. Ну, а, скажем так, уже непосредственно в компьютере, что процесс очень быстрый, я его туда загнал. Если надо, что-то немножко доработал. У меня, по большому счету, оперативность. У меня фотография готова. Мне не надо вот эта вот проявка пленки, сушка ее. А чем она усложнила жизнь фотографам? Дело в том, что цифровая камера более капризна, нежели чем пленочная. Она требует значительно более бережного отношения, но и климатические условия для нее тоже важны. То есть при минусовой температуре даже производители с фотокамерой уже не рекомендуют работать. А как снимать ведь надо? И надо снимать и при минус 15, и 10, и 20. Мы живем в такой полосе, что у нас не бывает постоянного лета. Поэтому, естественно, к этому тоже приспосабливаешься. С пленкой подобных проблем не было. Особенно самая простая была камера и самая надежная. Это смена 8М. Вот у меня знакомый лазериноканджак камень. И у них выжила там только смена 8М. И все остальное работать отказалось. Потому что там был затвор очень-очень простой и очень-очень надежный. Он не подвергался ни воздействию холода, ни воздействию жаря. Ну, понятно, что если минус 70 градусов, и человек не выдержит. Вот так, утрированно, конечно. Всему есть определенные пределы. Но, тем не менее, это было надежное. С цифрой, по-моему, этого уже не сделать. Я таких попыток не делал. Но, тем не менее, для того, чтобы зимой куда-то снимать, естественно, камеру укутываешь, укладываешь в сумку. Потом, в момент съемки достаешь, по-быстрому все это сделал, опять укутал, опять убрал. Вот существует такое мнение, что цифровая техника, она бездушная. Так ли это? Так ведь не техника должна быть с душой, а тот, кто снимает. Поэтому здесь, на мой взгляд, опять-таки, совершенно не важно. Цифровая у тебя камера, на пленку. Чем отличаются цифры от пленки? Что, в пленке больше души? Что, по нынешним временам, считается дурным вкусом у фотографов? Я не знаю, что считается дурным вкусом у фотографов. Я полагаю, что, наверное, во-первых, снимать, особенно вещи, какие-то события, надо тоже отлично. Бывают ведь случаи очень серьезные, какие-то происшествия и так далее. И подача этого материала тоже бывает разная. Можно ведь не показывать лужу крови, сделать это несколько по-иному, но, тем не менее, драматичность от этого не изменится. Я тоже не вижу, допустим, смысл. Можно поймать человека, порой совершенно случайно, публичного человека, непубличного. Извините, конечно, палец у него в носу, в ухе он там, почесался, получилось такое движение. Я считаю, такие кадры выставлять, если они у тебя получились, их нельзя, это неприлично. Скажите, пожалуйста, какие есть тенденции в современной фотографии, если они есть? Я, честно сказать, очень туманно понимаю, что такое современная фотография, потому как я не знаю, то ли я живу еще в той несовременной, то ли сейчас современная как-то изменилась. У нас еще какая есть, не то что проблема, я мало у кого что вижу, я мало вижу работ, я вот в тагильских профессионалах, ну я их могу пересчитать, наверное, на пальцах одной руки, более-менее, так сказать, знаю, чем люди дышат, что они делают. Но есть, есть, есть неплохие молодые ребята, кто может снимать, у кого получается, у кого, наверное, даже уже считает себя очень даже грамотным профессионалом. И попадаются фотографии, попадаются интересные, неплохие, вдумчивые работы. Но я людей этих не знаю, то есть нет контактов, нет общения, нет вот этого общности. И самое-то главное, нет результата, а результат-то он должен быть в одном, он должен быть в выставках. То есть то, что вы наработали, то, что вы сделали, вы как-то должны это показать, чтобы люди-то видели это все, а этого нет. Я понимаю, что удовольствие сие очень недешево, и позволить себе это у нас сейчас очень сложно. У вас готовится выставка? Она у меня не готовится, она у меня уже есть. Более того, она в этом году, в июле месяце, в Екатеринбурге, в Доме кино, висела один месяц. Так что она уже есть, она уже существует, она уже показана, ее уже видели. А сейчас, если все состоится так, как состоится, вот, предварительно есть договоренность с Краеведческим музеем, и где-то примерно в середине декабря можно ее показать. Теперь давайте несколько блиц-вопросов. Кем бы вы стали, если бы не стали фотографом? Фотограф. Все равно фотографом. Все равно фотографом. Вот тема для споров и битв на всех интернет-порталах. Что лучше, Canon или Nikon? Биться можно сколько угодно, но японцы великолепно делают что Canon, что Nikon. Другое дело, приверженец кто-то является Nikon, а кто-то Canon. Я работаю постоянно с Nikon, меня он вполне устраивает. Если бы я работал с Canon, наверное, меня тоже не меньше бы устраивал. Поэтому я вообще здесь не вижу предмета для спора. И та, и та камеры замечательные. Что вы говорите людям, чтобы они улыбались? Если у вас зубы есть, улыбнитесь. С чем бы вы хотели сфотографироваться на ладошке? С чем или с кем? С чем или с кем? С Эйнштейном. И что бы вы хотели сказать всем фотографам, имея возможность к ним обратиться? Творческих успехов. Итак, спасибо вам за интересный рассказ. Напоминаю, в студии был профессиональный фотограф Тимофей Николаевич Дубинин.